Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, мы продолжаем тему свернословия и чертыхания. Дело в том, что люди, впервые знакомящиеся с Евангелием, иногда обращают внимание, пристальное внимание на те детали евангельского повествования, которые для воцерковленного человека являются второстепенными. И малозначительными. Вот один такой случай описывает Лесков в повести «На краю света», где православный епископ путешествует по Сибири, пытается объяснить своему проводнику Якуту суть христианского вероучения. Послушайте. «Ну, а знаешь ли ты, зачем Христос сюда на землю приходил?» Думал он, думал и ничего не ответил. «Не знаешь, — говорю, — не знаю. А я ему все православие и объяснил. А он не то слушает, не то нет, а сам все на собак погикивает, да, растелем машет. Но понял ли, спрашиваю, что я тебе говорил? Как же башка понял? С меню в море топил, слепому на глаза плевал, слепой видел. Хлебца, рыбка, народца дал. Засили ему в лоб эти свиньи в море, слепой да рыбка. А дальше никак и не поднимется. Вот, парадоксальным образом, все те же свиньи, засевшие в лоб лесковскому безграмотному Якуту, в наши дни иногда могут привести к смущению уже вполне, как мы говорим, цивилизованных людей с высшим образованием. А может быть и не одни. Как кроткий и любящий Христос, который в трости надловленной не переломит, и льна курящегося не угасит, как он мог, как смог безжалостно утопить стадо свиней? Разве любовь Божия не распространяется и на животных тоже? Какой логично лукавил вопрос. И вопрос вроде бы формально правильный, хотя возникнуть он мог лишь у современного человека, который никак не связывает ветчину на своем столе со свиньей, из которой эту ветчину сделали. Но все же ошибка в подобных рассуждениях есть. И дело даже не в том, что упомянутые в Евангелии свиньи рано или поздно все равно попали бы под нож мясника. При внимательном прочтении этого места в Евангелии становится очевидным простой факт. И вот я хочу зачитать нам с вами евангельский отрывок. Это Евангелие от Луки, 8 глава, с 27 по 33 стихи. Послушайте. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его. Так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. И Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. «Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволить им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло». И вот в этом рассказе очень наглядно проявлена разрушительная сила ненависти бесов ко всему живому. Сила, заставляющая их действовать даже вопреки собственным интересам. Изгнанные из человека, они просят Христа позволить им войти в свиней, чтобы жить в них и не идти в бездну. «Но как только Христос позволяет им это, бесы тут же топят всех свиней в море, снова оказавшись без пристанища». Понять такое поведение невозможно, поскольку в ненависти нет ни логики, ни здравого смысла. Подумайте. Вот представьте себе, прогуливающийся по детскому саду сумасшедший со спасной бритвой в руке, он будет выглядеть на фоне бесов безобидным и мирным обывателем. И если бы такие жуткие существа могли беспрепятственно орудовать в нашем мире, то ничего живого в нем давно бы уже не осталось. Но вот в этой евангельской истории со свиньями Господь ясно показал, что бесы вовсе не свободны в своих действиях. Вот как говорит об этом преподобный Антоний Великий. «Даже над свиньями не имеет власти дьявол, ибо, как написано в Евангелии, демоны просили Господа, говоря, повели нам идти в свиней. Если же не имеют власти над свиньями, тем паче не имеют над человеком». Созданным по образу Божьим. Отрекаясь в крещение от сатаны, человек веряет в себя тому, кто имеет абсолютную власть над сатаной. Поэтому, даже если бесы нападают на христианина, это не должно его особо пугать. Такое нападение возможно при единственном непременном условии, если его разрешит Господь. Мы знаем, что укус змеи смертелен, но искусный врач умеет готовить и змеи навряды лекарств. Вот так и Господь злую волю бесов может использовать как средство для исцеления человеческой души. И по общему мнению людей высокой духовной жизни, как мы говорим в Церкви Святых Отцов, по их общему мнению, беснование попускается Богом тем людям, для которых этот путь оказывается наилучшим в приобретении смирения и спасения. И мы читаем замечательные размышления на эту тему у святителя Игнатия Бринчанинова. Он пишет «В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке. Такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии». А святитель Иоанн Златоуст говорит «Между тем обременение демоном нисколько нежестоко, потому что демон совершенно не может вернуть в гиену. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения». Подумаем над всем этим и подумаем над тем, какие слова и зачем мы произносим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok